Продолжение следует... Кто-нибудь из организаторов, пожалуйста, свяжитесь, скажите, когда можно будет начинать. Начинать можно, но не на весь экран у вас. Да. Нет. Нет. Режим чтения включить, у вас просто настройки в зуме неправильные. А это где? Так, попробуйте сейчас слайды пощелкать. А так? Да, видно теперь. Все, как презентация обычная. Так, сейчас. Сколько кран. А так? Так, режим докладчика. Подскажите мне, все нормально видно? Нет. Режим докладчика. Слайды подписанные. Не на весь экран. Господи, где он слайд шоу? А так? Нет, не видно. Сделайте трансляцию экрана. Всего да. Вот так, да? Да. И вот так. Все отлично. 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 Все, я рада, что все разрешилось. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Ермилова Анастасия. Я врач-психиатр, медицинский советник Евразийской ассоциации терапевтов. И меня пригласили поделиться информацией, обсудить с вами такой сложный вопрос, как острые психические нарушения и методы их коррекции в кардиореанимации. В конце я буду готова обсудить с вами эти сложные вопросы, но и постараюсь ответить на вопросы. И среди всех острых психических нарушений, с которыми врач встречается в своей клинической практике, я хотела бы поговорить о самом типичном, часто встречающемся из всех перечисленных расстройств на слайде психических, это делирий. Он встречается в 87% случаях в отделениях интенсивной терапии и до 40% случаев в других отделениях общесоматических. Что же значат эти цифры? Ну, примерно 9 из 10 пациентов в вашей практике страдают делирием. И первая важная вещь, про которую следует поговорить, как делирий влияет на прогноз. Ну, на слайде вы видите, что делирий ухудшает прогноз пациента во время госпитализации. И я приведу исследование 2004 года, которое демонстрирует ухудшение прогноза пациента, принесшего делирий во время госпитализации и находящегося на ИВЛ практически в два раза. Да, мы понимаем, что пациенты, находящиеся на ИВЛ, это довольно тяжелые пациенты, у них снижены компенсаторные возможности, но при этом у пациентов в общесоматических отделениях мы видим приблизительно те же проценты развития смерти во время госпитализации, что выслабляет нашу актуальность встречи, потому что не только самые тяжелые пациенты имеют повышенный риск смерти. Также приведу данные метаанализа совсем недавнего, 2020 года, где мы также видим логичное увеличение смертности в отделениях интенсивной терапии, поскольку это тяжелые пациенты, но и также повышение риска смерти как в хирургических отделениях, так и в общесоматических отделениях. Здесь важно смотреть на возможности контакта с другими отделениями, поскольку первый врач, к которому обратится врач-терапевт и врач-кардиолог, это будет реаниматолог. Собственно, до психиатра очень редко доходят эти пациенты, и, соответственно, это очень важно помнить и в рамках общесоматических отделений. Риск смерти растет. Что же принесла пандемия? Структура заболеваемости пациентов. Видим на графике, у одного из пяти пациентов с коронавирусной инфекцией развивается делирий. При этом интересно, в исследованиях сейчас видно, что приблизительно в 16% случаев делирий является одним из ведущих симптомов коронавирусной инфекции, и приблизительно в 37% случаев делирий является единственным симптомом коронавирусной инфекции. Результаты данного исследования проводились в таком ключе, что врач замечал нарушение сознания пациента, затем проводилась соответствующая диагностика, либо КТ, либо ПЦР, там преимущественно ПЦР был, выявляли коронавирусную инфекцию, ну и, соответственно, связывали наличие коронавирусной инфекции с развитием делирия. Также по результатам исследований 2020 года мы видим увеличение смертности у пациентов с COVID и делирием приблизительно в тех же самых соотношениях, что и при других заболеваниях, то есть около 60% пациентов. Но что же происходит после выписки пациента? То есть мы полечили, мы компенсировали пациента, мы купировали делирий, и при этом мы видим увеличение смертности в 2,5 раза в течение первого года после выписки. Ну, в частности, данное исследование было проведено на пациентах после операционного делирия, после перелома бедра. То есть это довольно тяжелые пациенты, скорее всего, они старшего пожилого возраста, это хрупкие пациенты, имеющие ряд других сопутствующих заболеваний. В течение первого года после выписки я приведу еще одно исследование 2002 года на когорте 1500 пациентов, в которые вошли пациенты общесоматических отделений старше 75 лет. Половина пациентов были с респираторной патологией, около четверти сердечно-сосудистой патологии, и в 40% случаях после выписки таких пациентов пожилых, хрупких, с большим количеством медикаментозной терапии, с большим количеством сопутствующей патологии, собственно, в 40% наблюдалась смертность в течение первого года. Когда же происходит эта смерть? Приведу результаты все того же исследования. Мы видим пик смертности в течение первых восьми недель после выписки из стационара. Что это значит для нас? Что период всего наблюдения в стационаре пациент нуждается в более тщательном контроле его жизненных показателей, в более тщательном контроле коррекции в терапии. То есть мы должны передавать эту информацию врачам после выписки из отделения реанимации интенсивной терапии, также врачи общесоматических отделений и хирургических отделений также должны передавать эту информацию врачам амбулаторного звена, чтобы была преемственность ведения пациента, перенесшего делирий, поскольку, еще раз повторюсь, всплеск смертности наблюдается в первые 8 недель после выписки из стационара. Что мы видим в дальнейшем? Вот пунктирной линией как раз представлены пациенты, перенесшиеся делирий, и видим, что в дальнейшем, в течение следующего года и даже двух лет, риск смертности выходит в такую плату. То есть именно у этой группы пациентов сохраняется более высокий риск смерти после перенесенного делирия. На второй год этот риск ближе к общепопуляционному, то есть это уже не 60%, а 40% по сравнению с 20% в общей популяции. Но какие же еще опасности за собой таит перенесенный делирий? Первый – это рецидив делирия. То есть мы купировали первый эпизод, и через какое-то время, чаще это несколько недель, иногда это несколько месяцев, возможен рецидив. Также в 40% случаев, особенно пожилых пациентов, делирий имеет персистирующее течение. Что это значит для нас? Это значит, что когда мы переводим пациента в общее отделение, там пациент может внезапно ухудшиться, о чем мы должны также предупредить своих коллег, то есть дать довольно конкретные рекомендации, что делать в данном случае. И вероятность смерти у лиц вот с таким персистирующим течением делирия все еще возрастает относительно тех высоких рисков, у которых делирий случился однократно и был купирован. С какими еще реальными проблемами наш пациент может столкнуться? Ну, разумеется, когнитивные нарушения. Что это значит для пациента? После выписки в течение первого месяца возможно резкое снижение когнитивной функции. Это значит, что у пациента нарушена концентрация внимания. Он не может работать, если это довольно молодой пациент. Он не может водить машину. Он не может сидеть с внуками, если пожилые, заботиться о своих детях. То есть он не может нормально, комфортно функционировать. Если посмотреть дальше, что происходит с пациентом, перенесшего делирий, то мы видим, что постепенно когнитивная функция восстанавливается, но тем не менее это занимает довольно продолжительный период, то есть период не менее года. Что это значит для нас, как для врачей? Наши пациенты не смогут выполнять самостоятельно, скорее всего, особенно в первый месяц, наше назначение, наши рекомендации. То есть для пациентов с артериальной гипертонией это будет риск гипертонии или гипотонии в зависимости от того, как они принимают препараты, потому что они могут забыть, что они принимали препараты и принять двойную дозу. А также они могут просто забыть их, выпить. И, соответственно, терапия наша будет нарушаться. Если это пациент, допустим, с фибрилляцией предсердий, также возможно нарушение схемы приема антикоагулянтной терапии. И что за собой несет риски тромбозов и риски кровотечений. То есть когнитивная функция для пациентов, преднавших делирий, и ее контроль последующий, как во время госпитализации, так и после выписки, очень важны. Это мы должны отмечать в своих рекомендациях по выходу из вашего отделения. И невозможно говорить о делирии, не представляя в целом, что это такое. Каков патогенез? Напомню вам, делирий – это неспецифическая реакция головного мозга на патологический процесс.